Здесь делают хлеб, пирожки, булки, печенье. Всего более 40 видов. И гордятся тем, что не используют улучшители и искусственные разрыхлители. Тесто производят с использованием технологии опары и закваски, в том числе длительного и холодного брожения. В общем, как у бабушки. Я всегда своим работникам говорю, ребята, хлеб надо вкладывать в душу, он такой же живой, как мы с вами. То есть, как ты к нему относишься, так потом и он к покупателю отнесется. Это как он к покупателю отнесется? Отдаст свой вкус и аромат. Познакомиться с производством приехал губернатор Виктор Толоконский. Его появление здесь удивительная история. Главу региона пригласил пекарь Артур Голубев. В декабре прошлого года он поздравил губернатора с Новым годом, а месяц назад написал письмо с просьбой познакомиться. И вот Виктор Толоконский уже пожимает руку пекарю, у которого, кстати, непростая судьба. Артур родился в Усть-Илимске, Иркутской области, потом жил в Казахстане и Украине, а три года назад переехал из Донецка в Красноярск по программе переселения. По профессии дизайнер одежды Артур в Краевом центре искал работу, оказался в пекарне, выучился и остался. Более того, женился. И не сегодня-завтра у него родится дочка, которой уже дали имя Ирина. Как говорит Артур, главное верить в свою мечту, например, познакомиться с губернатором. А вдруг, да, а вдруг он раз и приедет. Вы знаете, для меня была очень большая неожиданность 7 октября увидеть, что мне звонит заместитель губернатора. И говорит, Артур Геннадьевич, а ваше приглашение еще в силе? Я говорю, да-да, слушаю вас. Я говорю, конечно, я не отказываюсь от своих слов, да-да. Но обсудите, пожалуйста, с руководством наш приезд. Я понял. Показав печи и тестомесы, губернатора пригласили попить чай с пирожками. А заодно рассказали, что пекари этого завода в этом году во Франции в Лиле стали третьими на чемпионате Европы по пекарскому искусству. А в феврале поедут представлять нашу страну на чемпионат мира, тоже во Францию, в Париж. Виктор Толоконский, в свою очередь, отметил, что у небольших производств есть отличия от крупных хлебозаводов в гибкости рецептур и качестве продукции. Тут все конкурентные преимущества. Заваревываешь качеством, удобной торговли сеть, чтобы развозом. Нет, надо сейчас искать такие вещи, может быть, где-то там придумывать, такие интернет-заказы, где-то студентов привлекать. Разве это быстро разнесли? Губернатор также пригласил руководителя завода участвовать в краевых программах поддержки предприятий. Чаепитие закончилось, Виктор Толоконский уехал, а в пекарне ни на минуту не прекращался процесс создания вкусного хлеба. Андрей Стародым, Денис Тимошенко, Новости.